Девушки отдыхают Жизнь, она учит нас всех Потому, если кто забывает свою историю, то вы любите Победителем слава Росатом подвел итоги своего творческого проекта Легко идем на сексуальный контакт Легко предаем Легко измена сегодня Она проста После стольких лет Десногорский зритель увидел спектакль «Пизанская башня» Переходим к темам выпуска 27 марта в общежитии номер 1 Десногорска произошел пожар Сообщение о происшествии поступило на пульт 15-й пожарно-спасательной части города Около 7-15 вечера На место вызова незамедлительно выехали пожарные формирования К моменту прибытия спасателей из окна комнаты на втором этаже вырывалось пламя В коридорах пятиэтажного здания было сильное задымление Был эвакуирован 41 человек Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был потушен в кратчайшие сроки В результате происшествия 20-метровая комната, где был очаг возгорания, выгорела полностью Пострадавших нет Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются В Смоленском регионе начинается кампания по профилактике кори При вакцинации особое внимание уделят группам риска К ним относятся трудовые мигранты, представители некоторых диаспор, а также студенты иностранных государств Эти меры соответствуют предписанию главного санитарного врача России Кори – это опасное инфекционное заболевание Недуг часто протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям Таким как инвалидность и даже летальный исход Случаи заболевания фиксируются в странах Европы и отдельных регионах нашей страны Единственным эффективным способом профилактики кори являются прививки О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю Рассказал начальник управления по делам ГОИЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования Спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОИЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ По вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой семь раз А также по распиловке упавшего дерева и уборке его с дорожного полотна На автодороге Десногорска-Якимовича За семь дней в единодежурную диспетчерскую службу 112 поступило 641 сообщения Из них 241 ложное Поступило отработано 13 просьб от населения Лучшие преподаватели начального и среднего образования Смоленщины Получат дополнительные премии Денежное вознаграждение будет полагаться победителям федеральных конкурсов Проект такого областного закона рассмотрели на заседании Комитета по социальной политике Смоленской областной думы Премии будут выплачиваться как из регионального, так и из федерального бюджета Депутаты считают, что такие меры положительным образом скажутся на уровне мотивации учителей 20 марта в Центре культуры и молодежной политики состоялось торжественное отчествование победителей всероссийского конкурса Видеоинтервью «Слава Созидателям» Наша съемочная группа посетила мероприятие и пообщалась с героями проекта Подробности далее История участия школьников Десногорска в конкурсе берет свое начало в 2016 году Он создан при поддержке госкорпорации «Росатом» За время существования проекта детьми было снято огромное количество видеороликов Это работы о живой истории, становлении и развитии атомной отрасли, о рождении нашего города Рассказы людей смогли создать уникальный архив воспоминаний Давайте посмотрим на наш город Давайте посмотрим на тех людей, кто этот город строил, кто эту станцию строил Кто поднимал, кто сейчас ее содержит и поддерживает Кто болеет за наш город, за нашу станцию Вот они, они здесь у нас, мы их награждаем В 2018 году в муниципальном этапе конкурса «Слава созидателям» приняло участие 25 школьников Отснято 22 видеоролика Из 10 работ победительниц, прошедших на федеральный этап, жюри отдало предпочтение трем видеороликам Лауреаты конкурса получили ценные призы Смартфоны, планшет и путевку в детский оздоровительный лагерь А героям интервью, ветеранам, первостроителям и почетным жителям города Были вручены цветы и благодарственные письма Я думаю, в этом акции не главная награда, то, что тебе дадут А в том, что ты узнаешь больше о своей, можно сказать, родине И то, что созидателям, это все равно очень большая приятность, то, что про них вспомнят Наше мероприятие, это тоже элемент того, чтобы нашей молодежи рассказать о том Какой великий трудовой подвиг совершили наши тоже отцы, деды и прадеды То, почему наш город такой красивый, такой хороший, почему так есть добрые люди Финальным аккордом мероприятия стало музыкальное выступление вокально-эстрадного коллектива «Калибри» А также фотосессия для истории конкурса Виталий Волков, Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Купить билет на поезда дальнего следования в два раза дешевле можно будет этим летом Правда, льготы положены только детям и подросткам от 10 до 17 лет Совершить выгодное путешествие можно будет с 1 июня по 31 августа 2019 года Продажи билетов уже открыты, но есть и другие условия Скидка не действует на скоростные и высокоскоростные поезда, а также билеты в купейные вагоны Льготы предоставляются только по территории Российской Федерации Фарс или комедия, трагедия или мелодрама – этого по-прежнему не знает режиссер спектакля «Пизанская башня» Наталья Курбатова Вместе с ней в этом разбиралась и наша съемочная группа Композиция и сюжет постановки идеально подходят для реалий современного бытия В пьесе всего два героя – муж и жена Именно так, без имен, без лишней суеты История сосуществования двоих Банальная и ничем не отличающаяся жизнь большинства Все так же, как у всех Однушка где-то на окраине Москвы Он и она уже не молоды 20 лет совместной жизни и недомолвки притушили пламя любви А слой взаимного недопонимания тяжелым монолитом лежит на их плечах И справиться с этим грузом, казалось бы, им уже не под силом Проблема непонятности и потерянности так близка и знакома человеческой природе Я на тебя не обижаюсь Я на тебя уже даже не обижаюсь и переделывать я тебя тоже не собираю Я просто ухожу Впервые эта пьеса была поставлена режиссером театра «Пирамида» Натальей Курбатовой 16 лет назад А на суд зрителя не представлялось уже 10 лет И вот, наконец, Наталья Вениаминовна нашла в себе силы на новый рывок «Пизанская башня» – это очень честный в плане соответствия содержания и формата спектакль Он как символ рухнувшего семейного счастья, которое из последних сил по осколкам собирают герою постановки Крики, ссоры, расставания и апогей душевной агонии со словами «Езжай в пизу» А еще невероятная потребность любить и быть любимым – сюжет, который близок каждому Ну, он просто немножко задремал Ну, что он по-твоему специально, что ли, задремал Все, все, все Я собираюсь, все Зал историка Криевического музея, где прошла постановка, прекрасно передавал атмосферу квартиры Быть семейной пары, будничные заботы и нарастающие напряжения Непосредственная близость сценической площадки со зрительным залом создавала полное ощущение участия Редкие комичные моменты не сбивались с верной идеей Семейное счастье – единственная форма существования, бороться за которое нужно обоим и до конца Полтора часа антрепризы пролетели незаметно Если вы хотите быть с человеком, то сделайте все, чтобы было ему хорошо Со своей стороны он будет делать то же самое Никаких конфликтов, все нормально Легко идем на сексуальный контакт, легко предаем, легко Измена сегодня, она проста Мы размениваем на то, на что желательно было бы все-таки посмотреть немножко другим взглядом Постановка стала глотком свежего воздуха в культурной жизни города Театр – это тот вид искусства, который должен быть близок и доступен каждому И Десногорск в этом не исключение Дальнейшие планы на судьбу пирамиды пока неизвестны Однако человеческим страстям есть место как в повседневности, так и на подмостках Но лучше, чтобы они кипели только на сцене Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Второй российский фестиваль борьбы юности России Пройдет в Смоленске и соберется лучших атлетов страны Мероприятие состоит из двух этапов Первый из которых пройдет с 1 по 3 апреля во дворце спорта «Юбилейный» Соревнования пройдут по вольной и греко-римской борьбе Во втором этапе с 23 по 27 апреля сразятся самбисты и дзюдоисты Торжественное открытие фестиваля пройдет 2 апреля в 18.00 во дворце спорта «Юбилейный» Среди почетных гостей ожидают трехкратного победителя Олимпийских игр И девятикратного чемпиона мира Александра Карелина И олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса А теперь о погоде 29 марта в Десногорске пасмурно Днем плюс 8, ночью около нуля На сегодня это все новости Смотрите наш телеканал А также не забывайте про наш сайт disnodefistv.ru С вами был Олег Соловьев Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»